МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Все кладут, один берет. Финансовые пирамиды под пристальным контролем правоохранительных органов. Во имя детства в Чувашии стартовал традиционный благотворительный марафон детского фонда. Под небом голубым в честь 60-летия живописца Анатолия Данилова в Чебоксарах открылась выставка его работ. Субботний день. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел в рабочей поездке по районам республики. Жители сразу трех муниципалитетов получили ответы на интересующие их вопросы. А главы администрации районов отчитались о проделанной за год работе. Козловские районы издавна славятся своими плодородными почвами. Ежегодно в районе собирают богатые урожаи зерновых культур, картофеля и хмеля. 2014 год стал для жителей района особенно урожайным. Во всех смыслах этого слова. В 2014 год удалось завершить практически с положительными результатами по всем показателям, как в отрасли сельскохозяйства. Год был благоприятным для наших тружеников, так и в промышленной сфере. Везде индексы положительные. И соответственно, то, что наши предприятия так сработали, дало нам возможность в целом получить те суммы налогов, которые мы планировали, даже их перевыполнить. Кроме того, в районе удалось повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. Этого требовали майские указы президента страны. Михаил Игнатьев оценил слаженную работу местных властей и отметил, что траты этого года должны быть умеренными. По ту же нам придется завязать пояса. Почему я так говорю? Потому что мы не добираем по этому году, я это уже озвучивал публично, 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Это самый мягкий вариант. Второй вариант – можем не добрать 5 миллиардов рублей. И мы меры соответствующие принимаем. Антикризисный план на уровне правительства утвердили. До 1 апреля все муниципалитеты обязаны предоставить свои предложения по оптимизации расходной части бюджета и по пополнению налоговой базы. Несмотря на экономические сложности, в республике достроят все детские сады. Однако, учитывая возможный недобор налоговых поступлений, начало строительства некоторых объектов, возможно, будет смещено. При этом принятое социальное обязательство выполнится в полной мере. По фельдшерским пунктам мы запускали проект 100 фапов для селя. В принципе, 60 введены, 40 мы введем их практически в этом году, последний фап будет введен в республике соответственно в августе месяце. В перспективу мы запустим проект 50 или 70 клубных учреждений, тоже для селян, ибо помещения должны быть, они не только как клубные учреждения, вообще многофункциональные универсальные центры для бизнесменов, для молодежи, для того, чтобы люди могли собираться, общаться, решать вопросы. В Козловском, а затем и в Урмарском районах глава Чувашия вручила ветеранам войны юбилейные медали. Очень важно, отметил Михаил Игнатьев, чтобы все места воинской славы, а их в республике более тысячи, были благоустроены ко Дню Победы. В ходе поездки глава республики пообщался с жителями районов. Ради справедливости надо сказать, что в каждом муниципалитете есть немало проблем. Власти ищут пути их решения. И это очевидно. Председатель Янтиковского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Римма Гурина считает, что муниципалитет активно развивается во многом благодаря поддержке правительства. И от имени ветеранов попросила Михаила Игнатьева выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чувашии. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Весна – сложное время года для коммунальщиков, служб жизнеобеспечения и дорожных рабочих. Все, что скрывал прежде снежный покров, предстает во всей неприглядности. Как не испортить людям весенние настроения и не создать дополнительных сложностей, говорили на еженедельном совещании главы и правительства республики. По данным Министерства дорожного хозяйства республики, сегодня на яблочном ремонте задействованы 10 бригад и 22 единицы техники. В основном работы ведутся так называемым «холодным способом», но кое-где применяется горячее асфальтирование, когда ямы на полотне заливаются расплавленным составом. Сегодня в столице Чувашии такой вид работы осуществляет всего три бригады. Мы, кроме этого, сегодня проводим закупку еще двух единиц спецтехники. Ориентировочно через 10 дней они прибудут в город Чебоксары. Мы сформируем пять бригад, но и объем выполняемых работ увеличим практически в два раза. Нужно отметить, что работы выполняются в том числе на улицах, в которых был произведен капитальный ремонт в прошлом, позапрошлых годах. Нужно сказать, что все это выполняется за счет подрядных организаций. Бюджетные средства на это затрачены не будут. По оценкам специалистов, с использованием всех существующих технологий предстоит отремонтировать 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Глава Чуваши еще раз обратил внимание профильных служб на участок дороги Чебоксары-Канаш в районе Шахазан. Там планируется реконструкция, насколько я помню в этом году, капремонт вернее. Поэтому будем устранять в любом случае ямочность для обеспечения проезда, но глобальные работы планируем летом провести. Это летом. Сейчас ямочный ремонт надо давать. Ямочный ремонт надо ремонтировать. Если нужно там слой уже начинать снимать, то асфальт-то можно снимать. Техника для этого позволяет. Еще одна весенняя проблема – бешенство животных. В соседнем Татарстане, Мордовии, Пензенской области у нас в Чуваше ухудшилась эпизоотическая обстановка. Заболевают в основном лисы, а после контакта с ними – домашние животные. Выявлены несколько случаев бешенства собак и кошек. В целях профилактики бешенства государственной ветеринарной службой проводится вакцинация восприимчивого поголовья животных. На текущий год, в текущем году не допущено ни одного случая заболевания продуктивных животных. За 14 год иммунизировано с профилактической целью более 54 собак, более 16 тысяч кошек, 146 тысяч голов крупного рогатого скота, 61 голова мелкого рогатого скота. За текущий период иммунизировано с профилактической целью более 13 тысяч собак, более 10 тысяч крупного рогатого скота, более 6 тысяч голов мелкого рогатого скота. Владельцам домашних животных необходимо быть особенно внимательными в это время. При малейшем подозрении обращаться к ветеринарам. По словам специалистов, к концу апреля ситуация должна нормализоваться. На совещании обсудили вопросы подготовки к паводку и обеспечения безопасности на льду. Из-за установившихся теплых погодно-климатических условий первые половины уже марта месяца этого года на водовом республике возросла угроза возникновения происшествий, связанных с риском провала людей и техники под лед. В связи с чем сейчас с органами местного управления прорабатываем уже все вопросы по минимизации этих несчастных случаев. Подключились СМИ, общественность и работа ведется. Первые уже примеры как бы негативных моментов в Приволжском федеральном округе есть. Вчера только в Нижнем Новгороде двое детишек вышли на лед просто на пруду, провалились и, к сожалению, одного спасти не удалось. Что же касается собственной половодии, неблагоприятный сценарий возможен в 56 населенных пунктах. То есть пострадать могут 903 дома частного сектора, в которых проживают более двух тысяч человек. По словам руководителя госкомитета по делам ГОО и ЧС, необходимые силы и технические средства готовы к работе в условиях паводка. Обсуждены вопросы взаимодействия с другими ведомствами. Толщина снежного покрова в этом году невелика. Пик паводка ожидают в первых числах апреля. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Работа компаний, организующих финансовые пирамиды в Чувашии, находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Подробности далее. Тысячи обманутых вкладчиков и 300 миллионов похищенных рублей. Таков неутешительный итог деятельности кооперативов и компаний, которые работали по принципу финансовых пирамид в столице республики в течение прошлого и этого года. Сценарий развития событий практически одинаков. Как только набирались необходимые суммы денег, компании просто исчезали с вложениями горожан. Совсем недавно прекратила свое существование и еще одна компания – Минизайм. Через какой-то период времени просто исчезли, никто о них ничего не знает, вывеску демонтировали, куда исчезли никто тоже не знает. Люди приходят, интересуются, спрашивают, куда пропали. Но, к сожалению, данной информации мы не обладаем. Пик исчезновения пришелся на конец прошлого года. За последние месяцы в Чебоксарах были возбуждены уголовные дела против руководителей восьми подобных организаций. В данный момент по этим делам проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Если в наступивший срок исполнения обязательств такие компании не выплачивают ни проценты, ни основную сумму вклада, то, конечно, нужно немедленно предпринимать какие-то действия по защите своих интересов. Это либо судебная защита, либо защита путем обращения в правоохранительные органы. Прокуратура предостерегает граждан от вложений в компании, где предлагаются большие проценты за вклады. Ведь вполне возможно, что именно они окажутся следующими в списке исчезнувших. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. По такой статье признан виновным начальник уголовного розыска одного из территориальных органов внутренних дел по Чувашии. ДТП произошло 15 февраля 2014 года в 7.30 утра в Чебоксарах на Канажском шоссе. Полицейский, следуя за рулем собственного автомобиля Mitsubishi Lancer, без учета дорожных и метеорологических условий, в том числе гололеда, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lada Priora, в который въехал еще один автомобиль Chevrolet Aveo. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 47-летняя пассажирка автомобиля Lada Lada Priora. Виновному назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления автомобилем на два года. Чебоксарский детский сад номер 178 носит название «Неболейка». И чтобы оно действительно оправдывало себя, в садике проводится множество мероприятий, направленных на укрепление здоровья малышей. СТП-аэробика – это не только упражнение на развитие координации, ловкости и выносливости, но и хороший способ заинтересовать детей в занятиях спортом. Ведь попрыгать любят все малыши. В этом садике ребята знакомятся со СТП-аэробикой уже с четырехлетнего возраста. «Помимо нетрадиционных, безусловно, у нас есть и традиционные физкультурные занятия. Но данная форма более интересна детям, более привлекательна. И мы рады, что нашим деткам это очень нравится. Они с удовольствием бегут на эти занятия». С радостью малыши идут и на занятия в музыкальном зале. Уроки танцев проводятся не только для того, чтобы научить ребят красивым движением. Преподаватели преследуют и более важные цели – укрепление здоровья, в частности, формирование правильной осанки. «Я люблю занятия, музыкальный зал, физкультуру, математику». «А в бассейн ходишь?» «Да». В детском саду 178 реализуется городской проект «Юные чебоксарцы учатся плавать». Малыши с двухлетнего возраста посещают бассейн. На базе этого дошкольного учреждения работает и студия «Золотая рыбка». Учиться плавать сюда приходят дети из близлежащих домов. В Чувашской республике выделяются гранты на поддержку инноваций в детских садах. Наш детский сад уже не единожды получал эти гранты, которые мы используем для создания условий в нашем детском саду для сохранения и укрепления здоровья детей. Используя грантовскую поддержку, нам удалось оборудовать нашу спортивную площадку на территории детского сада. Оборудовать традиционным, нетрадиционным физкультурным оборудованием наш спортивный зал. Благодаря занятиям, направленным на укрепление здоровья, в детском саду «Неболейка» хорошие показатели посещаемости более 85%. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Стардан. В Канаше состоялось открытие сразу двух масштабных проектов. Именно здесь объявили о начале благотворительного марафона именем детства во имя детства. И собрали талантливых детей со всей республики. Ребята участвуют в международном фестивале «Танец маленьких утят». Встретиться с юными звездочками сюда приехал и автор популярных песен Юрий Энтин. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Они пока утята, но на пути к своей заветной мечте уже сделали шаг. Эти мальчишки и девчонки прошли по-настоящему серьезный отбор. Сначала у себя в школе, а потом и на республиканском фестивале. Теперь лучшие из лучших исполняют песни известного поэта Юрия Энтина. Перед концертом он лично провел мастер-классы для юных артистов. Мэтр, на стихах которого выросло не одно поколение, говорит, что этих ребят и действительно ждет большое будущее. Песни, которые я сам никогда в жизни не слышал, я сегодня их услышу. 25 новых песен. И я это отдал именно чувашским детям, потому что я их считаю лучшим, аномальным явлением нашей страны, аномальным в положительном смысле этого слова. Потому что в других регионах это бывает случайность, а здесь это закономерность. Сейчас известный поэт переводит на русский язык 100 лучших песен народов мира. Популярные в других странах хиты впервые прозвучат на великом и могучем. В Канаше презентовали первый том этого сборника. Выступил на концерте и сам Юрий Энтин. Слова этой песни знакомы каждому. Поэту подпевал весь зал. Премьера полного альбома лучших песен народов мира состоится уже летом на финальном этапе международного фестиваля. Участие в нем примут дети из разных регионов и стран. Готовиться к этому концерту многие начинают. Задолго. Чтобы сюда попасть нужно было очень много готовиться. Лично я пела, репетировала песню каждый день. Потом приезжала в Кана, чтобы спеться с дуэтом нон-стоп. Подобные проекты помогают Юрию Энтину раскрывать новые имена. В прошлом году мэтра покорила юная певица из Комсомольского района Ксения Гришина. После выступления на престижном фестивале Чунга-Чанга девочки даже доверили исполнить главную роль в новом музыкальном спектакле «Легенда о русалочке». Его премьера состоится очень скоро. Я занимаюсь музыкой уже с 9 лет. Это получается 5 лет уже. Я думаю, этот фестиваль мне поможет стать оперной певицей. Стать оперной певицей – это моя мечта. Но для поддержки одаренных ребят и тех, кто просто нуждается в помощи взрослых, в Чувашии проводят благотворительные марафоны. Акция именем «Детство во имя детства» в республике стала уже традиционной. Наша республика не обладает большими запасами газа и нефти. У нас их нет, к сожалению, а может, к счастью. Но у нас есть наш родной народ Чувашии. Я всех призываю помочь и поддержать. И, Михаил Васильевич, с вашего разрешения даю команду Чувашия вперед. Количество участников благотворительного марафона увеличивается с каждым разом. Только в прошлом году на призыв организаторов отозвались порядка двух тысяч предприятий и организаций. Все вместе могло собрать более девяти миллионов рублей. Побьют ли меценаты этот рекорд и во время нынешнего марафона станет известно уже летом. Деньги из копилки направляют для покупки медицинских препаратов, тренажеров, игрушек и даже на строительство детских площадок. Каждый год часть заработной платы на расчетный счет марафона перечисляют и местные власти. Свой вклад уже успел сделать и глава республики. Те средства, которые вкладываются в благотворительные цели, они всегда окупаются. Благословление Всевышнего всегда будет. От мира, согласия, от этого благословения всегда хорошие, добрые дела творятся. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Улыбка – это один из самых простых, приятных и при этом бесценных подарков, которые люди могут дарить друг другу. Энергии улыбок заряжаются творческие личности всего мира. Известный чувашский художник Анатолий Данилов черпает вдохновение в солнечном свете, добрых людях и красивых цветах. «Под небом голубым» – именно так называется выставка, приуроченная к 60-летию известного живописца. В экспозиции представлено более 300 произведений живописи, выполненных в излюбленных жанрах художника, пейзажа и натюрморта. Я обычно пишу все то, что окружает людей в обыденной жизни. Порой они не замечают, но я пытаюсь раскрыть глаза людям, посмотреть, каков мир красивый и какой мир прекрасный такой. Одна из характерных особенностей палитры художника – преобладание теплой гаммы красок, вызывающей ассоциации с солнечным светом и пылевыми цветами. Смотря на его картины, хочется тоже дальше развиваться, рисовать больше. Мне вот, например, самое хочется вместе с ними, с художниками, ходить на пленэр, в частности с Даниловым. Мне хочется больше узнать, как писать, как гармонировать и красиво делать картины. За годы работы на художественно-графическом факультете Анатолий Данилов научил видеть прекрасные сотни молодых людей. Среди учеников знаменитого художника есть и подающие большие надежды, и уже состоявшиеся мастера. Сегодняшние его работы, продолжающие нашу русскую традицию русского пейзажа, конечно же, они привлекают особое внимание не только нашего художества сообщества, но, конечно же, те, кто любит искусство, те, кто знает наше искусство в Чувашии. Художник пишет ведь сердцем, художник пишет своей душой, и у каждого по-своему оно бьется, по-своему видит душа этот мир. Вот Анатолий Васильевич поэт, на мой взгляд, поэт, знаете, такой сдержанного, спокойного восприятия красоты нашего мира. Анатолий Данилов активно занимается выставочной и музейной работой. Он участник многих международных и всероссийских художественных форумов. За 30 лет им организовано 35 персональных выставок не только в Чувашии и России, но и в Германии, Венгрии и Финляндии. Созданы более 3000 произведений, которые находятся в экспозициях многих музеев и в частных собраниях коллекционеров России и зарубежья. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Проводить зиму и встретить долгожданную весну у жителей Чувашии решили по-спортивному. В прошедшие выходные состоялись республиканские лыжные соревнования на призы «Единой России». В спортивной эстафете приняла участие и наша съемочная группа. Уже традиционно соревнования открылись вип-забегом с участием депутатов от фракции «Единая Россия». В свежепроложенную лыжню опробовали депутаты Госсовета Республики, Чебоксарского городского собрания депутатов и члены регионального политического совета партии. Поддержал единомышленников и председатель Госсовета Республики. Любой человек для себя должен найти время для занятий спортом. Потому что чем больше человек занимается физической нагрузкой, спортом, он больше сделает, больше будет работать и больше интересных мыслей у него в голове свежие появляются. Поэтому спортом надо дружить, заниматься и находить время. Участниками трех этапов эстафеты стали члены городских и районных отделений партии. Как оказалось, общая идея связывает однопартийцев не только в рабочее время. «Спорт всегда объединяет всех людей. И когда мы приходим, мы собираемся все вместе, это создает нам хорошее настроение. А ведь хорошее настроение – это здоровье. И когда люди улыбаются и бывают на субботу и воскресенье, и пускают на любой праздник вместе, это дает тот позитив единой команды. Один за всех, все за одного. Вот это самое главное в нашей работе, в нашей дружбе и вообще в нашей жизни». «Это, во-первых, пропаганда здорового образа жизни. Видя, как мы занимаемся спортом, укрепляем свое здоровье, к нам примыкают и остальные частные населения, которые раньше не были сторонниками Единой России. Поэтому я приветствую эти соревнования и нужно их проводить и дальше, и несколько раз в году». Несмотря на то, что победа не главная, борьба за призовые места разыгралась нешуточная. Заслуженное третье место заняла команда Ядринского отделения Единой России. Серебро досталось Янтиковскому району. Безоговорочным победителем стала команда Чебоксарского отделения партии. Все три команды получили дипломы, медали и ценные призы от регионального отделения партии. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика. И в завершении выпуска интересная информация для поклонников фольклора. А я, Ольга Павловна, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». 18 марта в ДК «Трактора строителей» состоится концерт исполнительницы традиционных русских песен Марины Девятовой. Певица по-настоящему влюблена фольклор, поэтому на ее концертах никогда не бывает скучно. Шоу-программы Марины Девятовой всегда запоминаются зрителю благодаря зажигательным танцам шоу-балета «Ярдэнс» и живому исполнению любимых песен. Зрители на ее выступлениях играют далеко не последнюю роль. Каждое мероприятие проходит в живом общении со зрителями. Народные песни в современной обработке уже завоевали сердца многих слушателей. Дорогие чебоксарцы и жители Чувашской Республики, я, Марина Девятова, хочу пригласить вас на свой сольный концерт, который будет посвящен одному из самых главных праздников, который отмечает в этом году наша с вами страна. Это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет 18 марта во Дворце культуры трактора строителей в 19.00. Приходите и приводите с собой своих родных, близких, бабушек и дедушек. Будем петь, веселиться и вспоминать те самые добрые времена. Я вас очень буду ждать. С огромным уважением, ваша Марина Девятова. Пока! Русские песни будут жить всегда. Ведь именно они несут в себе добро, любовь и искренний патриотизм. Заказать билеты на концерт Марины Девятовой можно по телефону 51-25-20. А мамочка, зачем? 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 Продолжение следует...